Всем привет! Сегодня поговорим о вспышках Godox и фотокамерах Fujifilm. В свое время, когда я купил камеру X-T1, стояла большая проблема, какими вспышками пользоваться для студийной съемки. Нет, абсолютно все фотокамеры работают со всеми вспышками в полностью ручном режиме. То есть центральный контакт позволяет поджигать вспышки любых производителей, накамерные, так и студийные моноблоки. И вопрос съемки в студии не стоял так остро. Но бывают ситуации, когда необходимо использовать весь функционал вспышек. Это и TTL, и режим высокоскоростной синхронизации HSS. И достаточно долгое время владельцы камер Fujifilm были обделены этим функционалом. Ну, если не брать в расчет, накамерные вспышки самой Fujifilm, и то не все модели. Уж не знаю откуда, но ребята из Godox узнали об этой проблеме, и они, на мой взгляд, поступили очень-очень грамотно. У компании Godox очень хорошая, развитая система вспышек, начиная от накамерных, заканчивая мощнейшими студийными моноблоками и генераторными вспышками. Раз владельцы Fujifilm не имеют возможности использовать TTL и HSS с другими производителями, со вспышками других производителей, то пусть это будет Godox. И вся экосистема Godox была адаптирована под камеры Fujifilm. Что это означает? На сайте Godox в разделе Downloads можно скачать инструкции по различным вспышкам. Также там регулярно выкладываются обновленные прошивки для вспышек, как накамерных, так и студийных моноблоках. Компания Godox выпустила передатчики или так называемые трансмиттеры, конкретно для камер Fujifilm. Да, у них есть трансмиттеры для камер Sony, для камер Olympus, но нас в данном случае интересует система Fuji. Я купил себе вот такой трансмиттер Godox X1 TF. Это хорошая модель, удобная, но ребята из Godox совсем недавно выпустили обновленную версию X-Pro F. Этот передатчик имеет большой жидкокристаллический экран, где очень удобно работать с пятью источниками света. Но могу сказать, что вот этот передатчик ничем не хуже. Единственное, что управление колесиком, вот этим вот управлением, нужно наловчиться и привыкнуть. Давайте попробуем пробежаться кратко по вспышкам. Я не являюсь амбассадором компании Godox, и все оборудование, которое у меня есть, это все купленное за собственные деньги, поэтому я не смогу сделать полный обзор, включая хорошие, замечательные аккумуляторные вспышки Godox Winstro 600 или новую 600-ку Pro. У меня нету студийных моноблоков. Но могу сказать, что работать с вспышками Godox и передатчиками Godox абсолютно несложно. И какая бы вспышка у вас ни была, вы получите полностью функционал. Единственное, что, конечно, стоит сведиться с совместимостью моделей, так как Godox поддерживает не все модели камер. Начиная с X-T1, дальше X-T2, X-Pro2, X-100F, X-T20 и сейчас X-H1. Начну, пожалуй, со своей самой первой вспышки, которая у меня появилась, фирмы Godox. Это генераторный аккумуляторный моноблок Winstro 360 AD. Вспышка потрясающая. Мало того, что она использует свой батарейный блок. Производитель заявляет до 450 импульсов на полной мощности. Могу сказать, из своего опыта пользования этой вспышкой уже, по-моему, 4 года. На полной мощности можно сделать гораздо больше импульсов. Больше 600 это точно. Но за все время, что я пользуюсь этой вспышкой, мне, наверное, раза 2-3 приходилось использовать ее на полной мощности. В основном это 1,8, 1,16, редко 1,4 мощности импульса. Вспышка имеет встроенную лампу, которую можно заменить. Вот такая вот лампочка. И мощность вспышки 360 джоулей. У меня первая версия этой вспышки AD360 без TTL и не со встроенным модулем на 2,4 Гц приемник вспышки. Поэтому я вынужден, сейчас покажу, вынужден был купить вот такой USB приемник на 2,4 Гц и использовать его в качестве приемника, а поджигать, как я уже говорил, вот этим вот передатчиком. Мощность регулируется от 1,128 до полной мощности. Так как у меня сейчас нету под рукой второй камеры Fujifilm, а это видео записывается на камеру Fujifilm X-H1, буду просто показывать на пальцах. Сейчас у меня активирован режим группа А. Это вот эта вспышка. Мощность стоит 1,128, чтобы не сильно слепить. И нажимаем кнопку тест. Все работает. Ну, собственно говоря, удивительно, если бы она не работала в ручном режиме. Эта вспышка, как я уже говорил, не поддерживает режим TTL. Vistra AD360 Mark II уже поддерживает съемку с TTL. Но эта вспышка имеет режим встроенной высокоскоростной синхронизации, так называемый FP. То есть нажатием одновременно кнопок MODE и SET мы переводим нашу вспышку в режим высокоскоростной синхронизации. В меню камеры Fujifilm мы выбираем в настройках вспышки режим FP-HSS. И, собственно говоря, сейчас я мощность догоню до 1,8, потому что вспышка не работает на мощности импульса меньше 1,8. То есть 1,8 с шагом плюс 0,3, плюс 0,7, потом 1,4, 1,4 плюс 0,3, плюс 0,7, 1,2 и так далее. Выберем пока минимальную мощность. Нажмем ОК. Активирован режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. И активирован режим высокоскоростной синхронизации в меню вспышки в камере. Пожалуйста. Высокоскоростная синхронизация работает. Отключим, чтобы нам это не мешало. Давайте попробуем вот так. И жмем кнопку ОК. Дальше. Пока вспышку можно отключить, перейдем к обычной накамерной вспышке с известным многим форм-фактором. Эта вспышка мануальная, но она поддерживает режим высокоскоростной синхронизации. Дело в том, что я не снимаю репортажи и те же свадьбы, где необходимо использовать вспышки в режиме TTL. Поэтому я покупал только те модели, которые мне действительно необходимы для работы. Эта модель Gadox TT600 поддерживает режим высокоскоростной синхронизации. Все точно так же. Это у меня вспышка в группе B. Повторюсь, посмотрим, будет ли видно. Мы переходим на группу B, нажимаем режим Mode. Первым у нас загорается TTL. Это если бы у нас вспышка была с поддержкой TTL. Второе нажатие – вручной режим. И, нажав на центральную клавишу, мы можем регулировать мощность импульса. Жмем ОК. Работает. Удивительно. Точно так же в самой вспышке можно войти в режим высокоскоростной синхронизации. Это иконочка молния и буква H. Нажимаем, удерживаем. Загорается иконка высокоскоростной синхронизации. И, собственно говоря, пожалуйста, все работает. Причем обратите внимание, что в отличие от вот этой вот вспышки с аккумулятором генераторной, которая в режиме высокоскоростной синхронизации работает на минимальной мощности 1,8, эта вспышка позволяет работать в режимах HSS или HSS, кому как привычнее, на всем диапазоне мощности. От 1,128 до полной мощности. Другое дело, что режим высокоскоростной синхронизации это не один импульс, а множество. И они сами по себе слабее по мощности. Поэтому здесь уже нужно подбирать опытным путем. И вишенка на торте в системе Godox. Небольшие по размерам беззеркальные камеры. Если на беззеркалку даже с батарейным блоком нацепить такую вспышку, то сама система становится не то чтобы громоздкой, но какой-то такой объемной. Не всегда есть необходимость использовать вот такую вспышку. Хочется чего-то меньше. В свое время я пользовался вспышкой Nissin i40. Маленькая, компактная, замечательная вспышка, работающая с камерами Fujifilm в режиме TTL и HSS, но после одной из прошивок режим HSS заблокировался. Я имею в виду после одной из прошивок для фотокамеры режим HSS перестал работать. И компания Godox выпустила вот эту малюточку. Это у нас давайте включимся Godox TT350F маленькая, очень маленькая, вы видите по сравнению с полноформатной накамерной вспышкой. Эта вспышка маленькая на два пальчиковых аккумулятора, но она очень легкая и с ней не возникает дисбаланса или разбаланса с камерой. Эта вспышка поддерживает TTL, HSS и ручной режим, а также может сама выступать в роли передатчика. То есть этой вспышкой можно поджигать остальные вспышки Godox. Не обязательно иметь или покупать передатчик X1T или X-Pro. Я эту вспышку покупал для своих редких съемок каких-то репортажей, открытий новых кофейн, магазинчиков. Ее мощности вполне достаточно при съемке с объективом 90 на 2. В этом случае ее можно использовать вот в таком форм-факторе с наклоном прямым, то есть то, что называется в народе вспышка в лоб. В остальных случаях я использую светорассеивающий флажок, только не такой, который здесь встроен в саму вспышку, а побольше. И снимаю всегда вот приблизительно под таким углом наклон вспышки и здесь светорассеивающий лопух. Давайте активируем ее на передатчике кнопкой Mode мы выбираем режим, в котором мы работаем, TTL или ручной. Но так как сейчас передатчик у меня в руках, они на камере, то режим TTL проверить не получится, она все равно будет срабатывать. Вот собственно говоря. Единственное, что могу сказать, что меню у 350 вспышки слегка перегружено. То есть если использовать ее просто как на камерную вспышку для репортажа, хорошо, просто, легко и удобно. Включил, одел на горячий башмак, пошел снимать. Если использовать в мануальном режиме, поставил на стойку, настроил мощность импульса, тоже все легко и просто. Если же вам нужно чередовать и менять, то придется плотненько посидеть над инструкцией, чтобы запомнить последовательность действий по нажиманию на все вот эти вот кнопочки меню, для того, чтобы вспышка срабатывала. Что еще может нам предложить компания Godox? Рекомендую зайти на сайт производителя и посмотреть вообще ассортимент. На самом деле не каждый производитель может похвастаться на мой взгляд таким большим выбором осветительного оборудования. начиная от вот таких малюток вот такие накамерные вспышки полностью срочным управлением но вот как в модели TT600 есть еще и поддержка высокой скоростной синхронизации есть вспышки серии WING с буквой V в названии которые используют не пальчиковые аккумуляторы а свои литий-ионовые аккумуляторы вставляемые в саму вспышку плюс этих вспышек в том что скорость перезаряда выше ну и емкости чуть побольше минус в том что придется покупать дополнительный аккумулятор в том случае если вы уходите снимать на полный день либо вам постоянно требуется использовать полную мощность или там одну-вторую мощность есть вспышки серии VISTRO такие как AD366 AD360 Mark 1 Mark 2 с DTL и встроенным приемником а также HSS есть вспышки VISTRO AD200 это маленькая вспышка по форм-фактору как обычная накамерная только это сплошной такой кирпичик если честно 200 вспышку не хочу рекомендовать никому так как слишком много проблем с этими вспышками слишком много нареканий конечно если у вас все работает вы вряд ли напишите если у вас все работает хорошо вы вряд ли об этом напишите на форуме или в группе на фейсбуке если же у вас что-то работает плохо вы об этом напишите но в группе Godox на фейсбуке огромное количество сообщений с теми или иными ошибками или неисправностями в вспышке серии AD200 это не означает что их вообще не стоит покупать ни в коем случае не стоит прислушиваться к моему мнению лучше попробовать самому но тем не менее лично меня останавливает тот факт что ее мощность 200 джоулей ну или чуть-чуть меньше я лучше использую две такие вспышки если мне нужно будет увеличить мощность или эту вспышку и первое то есть мощность для меня она непонятная если мне не хватит одной этой вспышки я возьму вторую вспышку ну она у меня есть я ее возьму если я работаю в более темных условиях либо я снимаю с высокоскоростной синхронизацией то мощности 200 джоулей не хватит для того чтобы перебить солнце кстати мощности 360 тоже не всегда хватает чтобы перебить солнце я снимал не на закате летом вечером после пяти половины шестого вечера и тогда мощности 360 вспышки хватает для того чтобы поставить модель затылком к садящемуся солнышку а через софтбокс или какую-либо другую насадку осветить ее фронтально идем дальше есть вспышки серии Vistro AD600 или 600 PRO это вспышки уже похоже больше на классический студийный моноблок у них встроен аккумулятор в сам корпус это и плюс и минус плюс транспортировки у вас вспышка рефлектор либо какая-либо иная насадка все в одном месте взяли одели на горячий башмак стойки может готовы к работе эта вспышка она имеет вот такой аккумулятор со съемными запасными батареями и собственно для переноски для складирования нужно чуть больше пространства но минус 600 вспышек опять-таки во встроенном аккумуляторе потому что если у вас будет вот такая вот маленькая хлипенькая стоечка то ну я бы побоялся на вот такую стандартную двухметровую тонкую легкую стойку ставить 600 вспышку потому что центр тяжести очень сильно смещен к задней части вспышки там где находится аккумулятор также очень большая линейка студийных моноблоков классические студийные моноблоки есть полностью мануальные с ручным управлением есть с поддержкой TTL и большинство вспышек даже самых дешевых компаний Godox поддерживают режим высокоскоростной синхронизации большое количество вспышек выпущенных в 2016 году выпускается уже со встроенным приемником соответственно вам достаточно купить какой-либо передатчик и вы можете дистанционно изменять мощность импульса есть вспышки и на 300 джоулей 400 600 800 собственно говоря скачайте каталог посмотрите на сайте вы сможете подобрать по вкусу для своих задач и есть вспышки на любой кошелек от условно 120 долларов до 700 800 долларов если есть вопросы по вспышкам годокс оставляйте их в комментариях спрашивайте то что знаю все расскажу ну и в качестве такого небольшого тизера могу сказать что не исключено что в этом году у нас в городе появится официальное представительство компании годокс с большим ассортиментом вспышек и тогда я обещаю сделать полноценный обзор вспышек компании годокс разных версий разных моделей ставьте лайки дизлайки и всем хорошего настроения